Продолжение следует... 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 а власть и место, спасающую миссию Иисуса Христа. Ученики все больше и больше находятся под впечатлением личности и дел Иисуса Христа. Но уже не только ученики, а и вся Галилея. Особенно после того, как он накормил 5000 мужчин, а также и женщин, и детей, чудесным образом преломив и умножив пять хлебов и две рыбы. Я предполагаю, что там, на том поле, было 20 тысяч человек. В Европе написано 5000 мужчин, плюс еще женщины и дети. Это огромная толпа людей, это огромное событие. Так что убедились в величии Иисуса не только Петр и ученики, а вся Галилея. Окормление 5000 записано во всех четырех евангельских повествованиях об Иисусе Христе. В церкви это событие чрезвычайно важно. О нем говорится в четырех евангелиях. Значит, ранняя церковь воспринимала это событие как выдающееся. В Евангелии от Иоанна, после окормления 5000, приходят к Иисусу в Галилея и пытаются силой сделать его царем. Не просто они пришли и так это смиренно его попросили. «Слушай, Иисус, а может быть ты подумаешь о нашем предложении? Мы бы хотели, ну вот если можно, предложить тебе стать нашим королем, царем». Нет, силой. Я думаю, они его окружили солдатами, с оружием. «Иисус, ты будешь нашим царем». У них есть план. Дело в том, что в Галилее они противостояли римлянам политеистам. Они хотели установить царство Божие в Галилее. Они решили, как это сделать. Они находятся в Галилее, и здесь можно устроить дар аль-христианства. Через 600 лет Мухаммед устроил дар аль-Ислам, регион под исламским правлением. А здесь был план сделать Галилею местом, регионом под управлением Христа. Потому что он точно сможет. Вся Галилея к нему расположена. Более 5000 человек он накормил. А потом от Галилеи можно начать завоевывать другие страны, и он поведет их армии. Там были зелоты, люди готовые к партизанской войне, к напряженной долгой войне против римлян. И в этой зелотской армии Иисус и станет генералом. Кормить он солдат так и будет чудесным преломлением хлебов. Чудеса будет совершать, оскреплять римлян. Все устроит как надо. Что же говорит на это Иисус? Да, конечно, ребята! Нет, ничего подобного. Он не принимает, он отвергает это предложение. Но именно такое приглашение получил в Мекке Мохаммед, когда пришли к нему жители Медины. Мохаммед сказал «да». И Иисус «нет». Ни в коем случае. Он сразу же их оставил. Это произошло сразу же после окормления пяти тысяч по Евангелии от Иоанна. Потом он ушел в горы и провел время в уединенной молитве. Потом он встречается с учениками и говорит «нам предстоит отправиться в путь. Мы отправляемся в Иерусалим». В Евангелии от Луки мы читаем, что с того времени он решительно устремился, направился к Иерусалиму. Решил идти в Иерусалим. И он говорит ученикам «в Иерусалиме меня возьмут, но меня будут плевать, надо мной будут смеяться, меня распнут». И Петр говорит «да быть такого не может». Ты Христос, Сын Бога, Сын Божий. Христос не может пострадать. Прочитай Писание, и Христос живет вовеки. Слушай, что тебе за мысль такая в голову пришла? Какое распятие тебе, если ты Христос, если ты Мессия? Иисус отдергивает Петра, причем весьма сурово. «Ты размышляешь, как человек», — говорит он. Он говорит в другом месте «отойди от меня, сатана, ибо ты для меня искушение». Крест бессмысленен с точки зрения мирской системы. Крест — глупость с точки зрения мира. Павел об этом еще скажет, направляемый Духом Святым, что для мира крест — глупость. Но крест — есть сила Божия. И вот Иисус устремляется в Иерусалим. Путешествие не столь длинное. Оно, конечно, достаточно короткое. В смысле количества миль, числа миль, расстояние. Но времени ему на это нужно много. Он постепенно, исцеляя, проповедуя, двигается в сторону Иерусалима. И, наконец, он приходит в предместье Иерусалима, в окрестности Иерусалима. И садится на осленка. И на этом осленке въезжает в город. Теперь представьте себя. Вот Иисус на осленке. Он поезжает через Масличную рощу и видит город Иерусалим на плато внизу. И дети собираются вокруг Иисуса и поют «Осана сыну Давидову». Они в восторге. Почему же они в восторге? И зачем Иисус въезжает на этом осленке? Чтобы ответить на вопрос, нам нужно прочитать книгу пророка Захарии, 9 глава. Дети ведь тоже Писание изучали по субботам. Дети уж, конечно, знали этот стих. Захария, 9, 9. «Ликуй от радости, дочерь Сиона, торжествуй, дочерь Иерусалима, сед царь твой, грядет к тебе, праведный и спасающий гроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Значит, когда придет Мессия, когда придет царь, он въедет в Иерусалим на осленке. Итак, Иисус садится на осленка, и дети в восторге, потому что они отлично понимают, что говорит тем самым Иисус. Он и есть обетованная Мессия. И дети в Него влюблены, они в восторге. Но какое же царство Он собирается установить? В наших церквях мы не часто читаем 10 стих Верпнего Воскресения. Но давайте посмотрим 10 стих. В 9 написано, что въедет на осленке. 10. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Его царство — царство мира. Никакое оружие здесь не нужно. Никакой войны здесь не нужно. Он разрушит это оружие. Он избавится от колесниц военных. Он произносит народу мир. Мир его охватит все народы. Но этот мир будет добровольным. Его не принесут на мечах. Не будут никому навязывать. Вот Иисус подъезжает к Иерусалиму, Он находится на Масличной горе, Он видит сверху Иерусалим и начинает рыдать. Дети радуются, смеются, поют. А Иисус плачет. Что же Он плачет? Но Он понимает, что Иерусалим не примет этого мира. Он входит в город и очищает храм. Мы об этом с вами будем говорить позже. Подробнее. Но Он встречается с учениками. Кстати говоря, я сейчас рассказываю вам те же самые вещи, которые в свое время рассказывал на конференции в Иране. Так вот, Он вошел в Иерусалим, Он провозглашает тем самым, что принесет мир, но мир этот будет без острия меча. Потом Он собирается с учениками на Тайную вечерю. И на Тайной вечере Он открывает ученикам, что предатель Его — Иуда. Иисус берет для этого хлеб, Его погружает в чашу и дает Иуде. Знаете, откуда это? Это брачная традиция. На свадьбе так поступали жених и невеста. Они фактически таким образом, давая друг другу такой хлеб, говорили, «Я хочу быть с тобой». Он дает хлеб Иуде, предателю. Подумайте, Он — Мессия, Он — Царь Царей, Господь Господствующих. А как цари обращаются с предателями? Иисус по-другому. Он встает из-за трапезы, Он берет воду, набирает воду. И если читать Евангелие внимательно, то можно предположить, что первым Он подошел к Иуде. Он склоняется перед ним, встает перед ним на колени и омывает ноги предателя. Вы можете себе такое представить? А потом поочередно омывает ноги всех остальных учеников. И, омыв ноги Иуде, Он освобождает Иуду. Иди! И делай то, что ты должен делать. Вчера мы говорили о том, что Иисус — воплощение Слова. Бог, который с нами. Вся Вселенная сотворена и держится Словом Божиим. Иисус — воплощение этого Слова. Он омывает ноги предателя. И в тот вечер они отправляются в Гефсиманский сад. В Гефсиманском саду Иисус молится. Ученики спят, а Иисус молится. Потом солдаты приходят за ним, приходят его арестовывать. Ведет их Иуда. И Петр решает, что сейчас, сейчас как раз меч и понадобится. И это будет справедливое использование меча. Наши друзья-мусульмане используют меч как последнее средство в войне джихад. Это последнее средство. И вот он и решает. Петр решает, что сейчас нужна крайняя мера. Нужна крайняя мера. Он достаёт меч. Я считаю, я думаю, что Пётр напал на слугу первого священника. Я думаю, что он хотел этого самого слугу сверху донизу разрубить на две части. Но промахнулся. Он промахнулся. Отрубил только ухо. И всё. И Иисус говорит, Пётр, убери меч. Убери, Пётр. Это царство не от меча. Убери. Нужны были бы мне мечи, я бы призвал 70 тысяч анголов. Они бы меня защитили. Но я не буду призывать. Он поднимает ухо, ставит его на место, и ухо приживается. Он исцеляет руку первого священника, того самого, который пришёл его арестовывать. И зато начинается суд. Несправедливый. Суд-фарс на него. Плюют, его бьют над ним, смеются, ему удружают на голову. Венец терновый. Говорят, ну, хочешь быть царём, вот тебе венец. А потом он несёт свой крест, крест на Голгофу. Он настолько устал, был измождён, что уже не мог нести крест. Крест несёт африканец из Ливии. Его попросили помочь. Африканцы, кстати говоря, этим очень гордятся. Говорят, когда Иисус сам уже не мог нести крест, один из нашего народа, один из наших людей ему помогал. Вот они приводят его на Голгофу и распинают его между двух разбойников. И этот человек с распростёртыми объятиями на кресте принимает на себя всю ненависть, месть и мятеж этого мира. Как же он на это реагирует? Он говорит, «Боже, прокляни этих людей!» Нет, ничего подобного. Он восклицает, «Отче, прости их!» И в этом восклицании, в этом возгласе мы прощены. По воскресении своём он встречается с учениками и говорит, «Посмотрите на раны мои! Вот мир, который я приобрёл для вас! Примите мир мой! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Примите Святого Духа! Таким образом, миссия Церкви в том, чтобы распространять мир Христа во все народы. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас! Мы не можем этого делать сами. Нам нужен Святой Дух для того, чтобы дать нам силу. Видеосеминария ТВС «Благотворительный проект». Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Вот вам путь к Кресту. Это путь в противоположном направлении по сравнению с путём Хитра. После моего выступления на конференции служителей в Иране, где было полторы тысячи человек, председатель сказал, мы этого об Иисусе не знали. Мы хотим сами разобраться, узнать. Вы, христиане, открывайте ваши книги перед нами, чтобы мы тоже читали те книги, о которых сегодня говорил доктор Шенк. Все эти книги, о которых говорилось, находятся в Библии, Захария и другие. Он говорит, мы тоже должны всё это узнать. Мы тоже должны разобраться в том, кто такой Иисус. Это благая весть. Это действительно благая весть. И потом мне сказали, что люди говорили примерно так. Как интересно. Шенк, оказывается, человек мира. Почему же он не мусульманин? Шенк, миролюбив, почему же он не мусульманин? Видите, как извращается христианская проповедь по всему миру, в том числе и понимание иранских мусульман? Они думали, что христиане воинственны. Видите, насколько далеко ушла церковь от пути креста? Есть ли вопросы? Замечания? А вот интересно, по поводу крестовых походов, что мусульмане говорят? Ведь в крестовые походы христиане далеко не были мирными людьми. Там меч был по полной программе. Была война. Знаете, иногда мне просто рыдать хочется, когда я с мусульманами говорю. И вот почему Константин, император Константин настолько исказил понимание Евангелия, что люди стали думать, будто крест это символ, указывающий на требования к христианам истреблять мусульман. Иногда мы говорим, что крест оскорбителен для мусульман. Почему крест для мусульман оскорбителен? Потому что они воспринимают крест как символ борьбы против мусульманов, против ислама. Но ведь это не так. Это совсем не так. Да простит Бог церковь, которая так исказила образ креста. Крест — это картинка Иисуса, Его распятых рук, распятых объятий, Его смерти за нас, смерти Сына Божия за нас. Люди ненавидели Его, а Он со своими распростертыми объятиями восклицает «Господи, прости их, очень прости их». Это любовь к врагам. А мы исказили символ креста, превратили в крестовые походы. Что если мусульмане начнут читать Захарию, 10 главу? Нет, 9 главу. А потом прочитают нам 10 стих 9 главы. И они спросят, что же это за великая сила, которую будет использовать Иисус, чтобы уничтожить оружие, уничтожить мечи? Какую силу Он будет использовать? Как Он все это уничтожит? Вы ведь последователи Иисуса Христа. У вас тоже есть сила. И вы военную силу, вы сегодняшние западные христиане, военную силу используете повсеместно. Откуда вы читали? Захария, 9 глава, 10 стих. Когда Иисус уничтожит оружие, да, оружие войны. То есть, чтобы уничтожить, Ему нужна будет сила. Эта сила есть сила истины. Это не военная сила. Это сила креста, сила любви, которая преобладает над враждой. Он уничтожит оружие войны, оружие войны через силу любви. Любовь к врагу. Ну, зачем для этого нужны оружия? У меня в доме нету оружия, у меня нету пистолета, чтобы защитить себя. Зачем мне пистолет, зачем мне оружие, если я призван любить врагов? Сила любви, сила Евангелия избавляет нас от необходимости пользоваться оружием. Да, порой мы, к сожалению, искажаем Евангелие. И возникают вопросы, искажаем по-разному, почему это происходит. почему мы воюем христиане, вроде бы. Отвечу я рассказом о том, что узнал в свое время в Индонезии. Да, вот эта книга, диалог, переведена на индонезийский язык для того, чтобы наводить мосты понимания между мусульманами и христианами в центральной Индонезии, где, кстати говоря, шли войны между мусульманами и христианами. И там специально для этих людей перевели эту книжку. Меня пригласили в Индонезию, на официальную презентацию книги. Мы с женой туда поехали. Собралось где-то 80 мусульманских и христианских лидеров. Сначала выступал мусульманский лидер, потом попросили выступить меня. Я говорил о кресте Христовом, о том, кто мы, как мы живем, о том, что крест это крест мира. И вот в заднем ряду встала одна женщина молодая во время вопросов и ответов и спрашивает, почему вы говорите, что христиане любят врагов своих. Мы воспринимаем это по-другому. Ваш президент, Буш, называет себя евангельским христианином, а он вас втянул в войну в Ираке и Афганистане. Вы страна далеко не миролюбивая. что вы на это ответите? И ведущий говорит, нельзя такие вопросы задавать американскому гостю, давайте зададим более приятные вопросы. Я говорю, нет, это очень хороший вопрос. Я постоянно на него отвечаю, потому что всегда его задают. Спасибо большое. И вот как я ответил. Если хотите, вы со мной можете не согласиться. Вы знаете, что я аннабаптист, менонит, и на этой традиции основан мой ответ. Я говорю, спасибо вам за ваш вопрос. Я не представляю всех христиан в Америке, не имея на это право. Христиан много. Христиане разные. Точно так же, как и мусульмане в Индонезии все разные. И люди так-то улыбались, потому что они это лично отлично понимают. Я говорю, как аннабаптист. Наша традиция восходит к XVI веку. Наши братья и сестры читали Библию и поняли, что Иисус хочет, чтобы мы любили врагов. Тогда в Европе была война с мусульманами. Турки осаждали Вену. Но некоторые христиане, читая Священное Писание, поняли, что Иисус не стал бы сражаться против мусульман. Он бы проявил к ним любовь. Поэтому они не стали воевать. Это зачли предательством, и многие за это поплатились жизнью. Вот к какой группе христиан восходит моя традиция. Мы убеждены, что Иисус любит врагов своих. Именно поэтому христиане участвуют в действиях в Ираке, но не в военных действиях, а в миротворческих действиях. Но тогда вопрос, как соотносится Царство Христово, основанное на любви, с государствами этой земли, государствами, которые берут оружие и отправляют своих поданных на войну. Государства часто именно так и работают. Царство Божие устроено по-другому. Но как же нам и жить в Царстве Божьем и участвовать в жизни нашего государства человеческого? Для меня это тяжелый вопрос. Для многих из нас тяжелый вопрос. Но я отвечаю на это так. Для меня на первом месте, на главном месте Царство Иисуса Христа. Это вечное Царство. Оно имеет приоритет. Исходя из позиции этого Царства, я не Иисус свидетельства. Я сказал, до того, как началась война в Ираке, наши церкви в Америке написали письмо. Подписали это письмо 7000 человек. Вот такая толстая пачка получилась. Мы писали о том, что не нужно идти на эту войну. Нас не услышали. Но мы, по крайней мере, старались донести до них, до государства нашу позицию. И я сказал именно так. И вот эту по национальному телевидению. Вся страна это увидела и услышала про толстое письмо, которое мы послали в Белый дом. Даже представители Хизбулла сказали «Слава Богу, что есть такие свидетели в мире». Вот это и есть наше свидетельство. Я понимаю, что вопросы очень сложны в отношении с правительством, с государством. Но вот тогда на этот вопрос я именно так и ответил. После этого, кстати, мы встречались в Индонезии с представителями Хизбулла и с руководством Хизбулла. И у нас была еще одна презентация книги в контексте Хизбулла. И, кстати говоря, они нам сразу сказали, вы знаете, наша миссия в том, чтобы убивать наших врагов и защищать ислам. И, кстати, мы, представители Хизбулла, сжигали церкви и убивали пасторов. Не так уж совсем недавно, но несколько лет назад такое было. Я сидел в кругу этих людей. Я говорю, могу я что-то вам сказать, ответить? Да. Проблема в том, что, когда мы убиваем врагов, мы наживаем себе еще больше врагов. Но, если мы будем любить врагов, то он перестанет быть нашим врагом. Так, интересная мысль сказали мне. А потом, пастор, который устроил эту встречу с представителями Хизбулла, он тоже там сидел, он рядом сидел с командующим Хизбулла, и он подарил ему, этому командующему, экземпляр книги, диалог. И он начинает пролистывать книгу и начинает плакать, рыдать. Хизбулла, люди весьма воинственные. Они, в частности, церкви сжигали и пасторов убивали. Вот это их командир, это их руководитель сидит рядом с пастором и плачет. А пастор так это похлопывает его по плечу, поглаживает по плечу. И я сам чуть не расплакался. Потому что таким образом, похлопывая этого человека по плечу, пастор ему говорит, мы вас прощаем, мы вас прощаем, это будет мир. Он говорит, я плачу, потому что эта книга показывает мне другой путь. Я думал, что нужно сражаться оружием за ислам. А оказывается, за ислам можно сражаться и по-другому. с уважением нести свидетельство о нашей вере. Если бы мы вот так трудились в Индонезии, то все наше общество изменилось бы. Подарите мне, пожалуйста, 50 экземпляров этой книги, чтобы я всем нашим офицерам эти книги раздал. И потом я спросил пастора, как вы объясняете такое преображение в этом генерале Хизбула? Он говорит, все дело в чае. И действие Святого Духа. И действие Святого Духа. Дело в том, что этот пастор уже на протяжении двух лет развивал взаимоотношения с этим генералом. Приходил к нему, вам что надо? Чай с вами попить. Вам что надо? Еще чайку с вами попить. Развивал взаимоотношения. Дух Святой действовал. К этому мы и призваны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok